Христос воскресе! На Щелковском телевидении «Диалог о православии». Мы в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, можете дать священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николу Беряковского монастыря, Игумену Евмению. Отец имени Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Да, продолжаем праздновать светлое Христово воскресенье. По доброй традиции предлагаем начать отрывка Евангелия. Этот отрывок будет как раз, это воскресенье Господа, он будет читаться часть этого отрывка, будет воскресенье в грядущее. Итак, это глава 16 от Марка, стихи с 1 по 20. Итак, пожалуйста. Послушаем Евангелие. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца. И говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. Не взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите на зарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас. И никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и, если что, смертоносные выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесной Бога. И они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Да, и так мы с вами вновь-вновь переживаем радостные события, воскресенье Господа. Вот эти женщины, которые причитляются, Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломея, это, наверное, те женщины-мироносец, которых память будет праздноваться в грядущее воскресенье. Да, да, жен-мироносец, воскресенье, так оно и называется. Их, ну, из текста Евангелия самых близких к Господу мы знаем семь. И самая такая вот часто встречающаяся – это Мария Магдалина, которая из селения Магдала. Она и сейчас это селение есть на берегу Галилейского озера, почему ее Магдалиной зовут. И, собственно, эти женщины следовали за Господом везде и помогали ему, ну, кто чем мог. Кто-то своим имением помогал, то есть что-то покупали, что-то там делали полезное. Кто-то просто сопровождал и слушал его, ну, как вот мы знаем, Марфа и Мария, да. Там Марфа накрывала на стол, а Мария просто слушала. Ну, и они тоже входят в этих как раз число семи жен-мироносец. Мы знаем, что Мария Магдалина, она была проповедницей Евангелия и в том числе даже посетила кесаря римского. И другие жены тоже так же. Это как раз от нее, да, красные яички? Да, красные яички, да. То есть она бедная была, хотя и род у нее был знатного рода одна. Почему, собственно, ее и допустили до кесаря, да, как происходящее знатного рода. Но у нее не было никаких средств и денег. А обычно, когда шли к кесарю, традиция была с каким-то подарком идти. Ну, она, не зная, так сказать, что взять, она взяла просто куриное яичко. И вот пришла с этим, так сказать, малым подарком, как символом жизни, да, будущей жизни. И проповедовала ему, что Господь Иисус Христос воскрес. Но римский кесарь ей в ответ сказал, что, ну, скорее, то яичко, которое ты мне принесла, белое, оно покраснеет, чем кто-то воскреснет в этом мире после смерти. И на глазах у изумленного правителя Римской империи яичко в руках Марии Магдалины покраснело, и она его красным передала ему в руки. То есть это вот и в житии ее так описано. И с того момента вот мы, наверное, и красим яички на Пасху в красные и в прочие цвета, которые символизируют жизнь после смерти. Потому что само яичко, ну, казалось бы, мертвое, но содержит жизнь. Да, Марфи, Марии, о Марии Магдалине мы с вами же неоднократно говорили. И Мария Магдалина, она вообще постоянно была, да? То есть мы у каждого иногилиста слышали, что он каждый раз бегал с каждой, кто идет, и она с ним бежит. Кто такая Мария Яковлева, Соломия? Мы помним, что Пресвятая Богородица была передана для жительства уже по совершеннолетию своем. Она жила сначала в храме Соломона, а когда она стала совершеннолетней, ей надо было по законам израильского государства иметь мужа, но она дала обет безбрачия, поэтому ей выбрали очень старенького такого Иосифа Обручника, уже 80-летнего старца, и ему она была вручена для соблюдения ее детства, она жила с ним. Так вот, Соломия и Мария, они дочери Иосифа Обручника, ну и, конечно же, Мария, она была, ее еще Яковля или Клеопова зовут, она была матерью Якова и Иосии Алфеевых, а Соломия была тоже матерью Якова, который был Зеведеевых. То есть муж у Зеведеевых, получается, есть. Да, муж у Зеведеевых. Два Якова, один Алфеев, другой Зеведеев. Соответственно, и две дочери Иосифа Обручника. Мы видим, что окружение Господа, оно было достаточно не из разных городов, а вот из одного селения, оно все родственники были между другом, и апостолы были родственниками, да, то есть племянниками там или какими-то другими, значит, коленом. Соответственно, но в этом ничего странного нет, потому что Господь избрал самое благочестивое семейство, в котором он воплотился, вочеловечился, да, и поэтому от этого семейства произошли и апостолы, и здесь мы видим, что и Иоанн Предтечи также был родственником Пресвятой Богородицы. Вот поэтому такой узкий круг из родственников, можно сказать, Пресвятой Богородицы и всех знакомых ее. – Есть еще два имени, да, среди жен Мироносицы. Мироносицы от того, что они мир носили. – Мироносицы, да, это не в смысле они мир приносят, да, то есть покой, такой радость, мир, мир. – Хотя и это тоже. – Это вторичное. Первичное название было, конечно же, то, что они принесли вот на гроб Господень и хотели войти в пещеру для чего? Для того, чтобы по закону израильскому, опять же, омыть специальным составом, миром, то есть благоуханными маслами, такими, оттереть тело покойного, как они считали Господа. То есть они пришли, так сказать, продолжать церемонии похорон. И насколько же они были поражены, что вместо тела Иисуса они увидели ангела. Поэтому «мироносицы» – это слово «мира», «принести мира». Хотя в дальнейшем, так как они были первыми, кто сообщил апостолам, что Господь воскрес, они еще и мир принесли апостолам в душу, потому что мы видим, что они были плачущие, рыдающие. – Они были апостолы апостолам. – Да, в данной ситуации можно сказать так, что апостол – это свидетель, да, они были свидетельницами воскрешения Христова, и апостол не удостолись этого. – Сейчас мы дальше дойдем. Мы эти два имени обязательно упомянем. Сусанна и Иоанна, о которых мы знаем, как она была жена Хузы. – Хузы. – Хузы. – Да, Иоанна – это жена Хузы, домоправителя Ирода, четвертовластника, то есть придворного чиновника Ирода. И она также все время была с Господом и помогала ему. И когда, вот если вспомнили Иоанну Претечу, то когда ему отсекли голову по приказу Ирода, то она обрела потом тело и голову и захоронила на Ильонской горе останки святой мощи уже, можно так сказать, Иоанну Претечу, за что Хуза, узнав об этом, с ней развелся. И она, освободившись таким образом от супружеских каких-то долга и необходимых присутствий, она уже в дальнейшем была с Господом все свои дни жизни. А Сусанна – это была просто женщина, которая достаточно богатая, которая помогала своим непосредственно, так сказать, финансовым возможностями, помогала Господу в его путешествиях, потому что он ходил, мы читаем Евангелие по всему израильскому государству, и, конечно же, это нужно было что-то кушать, что-то пить, где-то ночевать, какие-то там необходимые, даже в одном из мест мы видим, что даже давали мытарям какие-то налоги при входе в город, мытари собирали налоги, то есть это все тоже так же, скорее всего, оплачивала Сусанна. То есть это все, вот женщины брали на себя все такие простейшие, казалось бы, но тоже необходимые вещи в проповеди евангельской. Почему мы слышим об этих женах в конце Евангелия? То есть там в середине единицы упоминаются, а так вот в основном у каждого евангелиста очень подробно рассказывается, как они пришли к гробу. Почему так вот именно после воскресения Господа о них заговорили? Ну, наверное, потому что при кресте, собственно, они только и были. Только Иоанн Богослов из апостолов был, остальные были женщины. Ну, представь Богородица, конечно. И вот эти женщины мироносицы стояли при кресте. Они единственное не испугались никого и стояли и смотрели за казнью, за смертью. И в дальнейшем они так же не испугались, не апостолы пошли помазать миром, а жены мироносицы. То есть настолько любовь к Богу была у них сильна, что она переборола всяческий страх. Вот у апостолов этого не было. Они разбежались в страхе перед иудеями, заперлись и сидели в закрытых помещениях и никуда не ходили. То есть вот такие факты из Евангелия. Характеристика апостолов такая следует из Евангелия. И, соответственно, а вот жены себя проявили совсем по-другому. И, наверное, поэтому Господь их удостоил своего явления по воскрешении. Поэтому их невозможно было не написать в конце Евангелия, когда речь шла как раз о воскрешении Господа. И, конечно же, свидетелями этого были жены. Единственное, кому явился Господь, это Луки и Клеопе, когда они шли в Маус из апостолов. Но мы знаем и Петру тоже где-то там между строчками. Но это было уже потом. То есть это было уже через какое-то время. А первыми, вот только что он воскрес, он еще сказал Марии Магдалине, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему и Богу вашему». То есть это буквально только-только совершилось воскрешение его. И поэтому в Маус шли апостолы, и Господь их явлением им вернул обратно в Иерусалим. Ведь он же им сказал, что не покидайте Иерусалима, пока не облечетесь силой свыше. Пока Дух Святой не найдет на вас, то есть сила Вышнего не осенит вас. То есть это было его, так сказать, непосредственное указание для того, чтобы они стяжали благодать Духа Святого в день Святой Троицы, то есть Пятидесятницы Новозаветной. А они взяли и пошли в Имаус. То есть забыли про это, и все, и пошли. И он им явился, и после этого они только вернулись в Иерусалим, и там уже оставались все вместе до сашества на них Духа Святого. Наверное, все-таки не случайно, что именно Господь женщин здесь прославляет? Ну, есть, да, тут еще как бы такая более глубокая смысловая нагрузка, то что мы помним, что Адам, если шутя сказать, без Евы-то жил в раю прекрасно. Но как только жена появилась, то пошли искушения с яблоком. То есть Ева принесла искушение Адаму. Да, он поддался на это искушение, да, он был уже фактически так же, как и Ева, подвержен ему внутренне. То есть он уже за красотами рая забыл о Господе, о его единственной заповоде, и поэтому, собственно, согрешил. Но факт остается фактом, что первым искусилась Ева, и она принесла это искушение Адаму. А здесь мы видим как бы восстановление женского естества. То есть здесь как раз апостолы искусились и разбежались от страха, а жены остались с Господом. То есть не забыли во время гонения, во время… То есть женщины здесь благодать принесли. Да, то есть здесь они, если в раю женщина принесла искушение, то здесь они принесли, наоборот, весть о спасении, о воскрешении Христа. И здесь как раз такое восстановление их репутации, женской репутации, вот в божественном смысле, можно так сказать, произошло. Будем с вами буквально трактовать, да, наши Евангелии. «Пришли женщины ко Господу весьма рано». Вот есть какой-то в этом смысл такой аллегорический, глубокий? Ну, здесь есть и прямой смысл, то есть они пришли за утро, то есть… Или вытерпели, да? Да, то есть едва начало светать, едва еще там солнышко даже не поднялось, только вот заря появилась, я так понимаю, чтобы можно было, ведь хоть дорогу видеть в темноте, не упасть там. И может быть, чтобы там магазины, там, ведь, наверное, и в субботу магазины были закрыты, чтобы понимать лифт. Я думаю, тут с магазином мало чего связано, я думаю, все-таки здесь дело в их сердце было, то есть они ночью, наверное, едва перетерпели, чтобы туда не пойти, и там у гроба не ночевать, и то они шли и думали, как же, а там же стража, а там же… А кто нам еще камень-то отвалит, да. Да, а там же камень завален, да он еще и опечатан, и вот как это все… То есть вот мужчина, он… Это невозможно, да, там печать первосвященников, да, архиереев стоит, мы не можем ее сломать, и нас за это накажут. Они не думали об этом, кто там что будет делать, кто камень отвалит, откуда силы появятся. То есть они едва дождались рассвета, легкого рассвета, чтобы дорогу увидеть, и уже пошли с миром туда, вот что надо заняться делом. То есть у них все-таки такая от Марфы такая черточка характера, она здесь явно присутствует. И действительно камень был уже отвален, и никакой печати не было, и стража не было, и уже давным-давно Господь это все заранее продумал и разрешил с помощью ангела. Поэтому это как бы прямое основание, почему они так рано пошли. Но для нас в этом есть, конечно же, тоже указание на то, чтобы и мы первые мысли… Вот мы же ночью спим, да, и просыпаемся, кто как, кто с какими мыслями. Но первые мысли все-таки мы должны думать о Боге. Как первой мыслью у жены Мироносицы было о Боге, может быть, они тоже поспали в этой ночи, а может быть, и даже не спали, а всю ночь думали о Боге. Это еще выше подвиг, да. Но если мы спим, то когда просыпаемся, первое, что мы должны сделать, это помолиться. И здесь как раз Мироносицы нам показывают такой вот явный пример для подражания, что они вот еще не расцвело, а они уже подумали о Боге, собрали все, что нужно, и шли к Нему. Так же и мы должны идти к Богу, едва проснувшись. Да, еще святые цитры тактуют, как пещера, это вот как наше сердце, да, а камень нет, вот как камень греха. Ну, если, да, интерпретировать, что же Господь хотел сказать через вот захоронение в пещере, да, и камень, то мы, конечно же, видим, что это объем, это помещение, пещерка, да, и Господь, как это ни удивительно, ни странно, Господь, Сидержитель, сотворивший и содержащий Вселенную, и все, что в ней есть, Он уместился в этом маленьком гробе. Мало того, его еще и там и закрыли, то есть еще камень привалили, чтобы он там и находился. Но, конечно же, его не удержат никакие оковы, никакие камни или пещеры, Господь всесилен. И здесь мы видим такую аналогию с нашим сердцем, то есть когда наше сердце закрыто грехами и попечениями мирскими, плотскими попечениями, когда мы не думаем о Боге, и у нас пустота в сердце, то здесь надо отвалить этот камень, греховный камень, греховной жизни плотской от своего сердца, чтобы туда вошел ангел, как минимум, а то и Господь, конечно же, явился каждому, кто отвалит камень греха от своего сердца. В этом здесь очень большой символизм. Ну и действительно, мы часто сами говорим, да, у него каменное сердце, с ним даже разговаривать бесполезно, или там он что-то окаменел, раньше был такой хороший, добросердечный. Или у нас каменное сердце, как он говорил. Или наоборот, когда что-то случается с тобой, ой, такой камень на сердце лежит, не могу вздохнуть даже, вот как привалило плитой, да. То есть вот это все, видите, как оно очень здесь сослагается вместе с евангельским текстом. Может быть, и оттуда еще это и пришло к нам. Но Господь ничего случайного не делает, и поэтому Он это тоже нам дал в поучении, в размышлении, в рассуждении о нашем внутреннем мире, о том, как мы устроены, как наша душа живет, по каким законам. То есть камень от нашего сердца надо убирать. И чем дольше человек живет без таинств Божьих, а только таинства Божьи могут отвалить камень, ведь мироносцы думали, кто же отвалит этот камень, он же огромный. Вот кто может нам камень греха снять с сердца? Да никто, у человеков нет таких сил. Это невозможно. Богу же возможно все. Поэтому, когда человек приходит к Богу, то эти камни греховные, лежащие на сердце, они снимаются благодатью Божьей. Особенно в таинстве исповеди. То да, только через таинство исповеди это, собственно, и возможно сделать. Больше это сделать никак нельзя. Облегчить свою душу, свое сердце, отворить, так сказать, от вот этих вот тяжеленных нагромождений каменных, только можно через таинства церковные. И наполнить ее, чтобы вошел Господь в наше сердце, это через причастие. Вот такой вопрос. Здесь вот мы видим, что Жону Мироносецу видели юношу, сидящего на правой стороне, облеченном белой одеждой. Почему ангелы представлены в виде молодого человека? Мы даже видим там Архангел Михаил, тоже молодой человек. Почему, например, не старец? – Ну, вы знаете, вот тут даже сильно богословствовать-то, я думаю, не надо. Вот вы поговорите с людьми взрослыми, уже таким в старческом возрасте, спросите, а как ты себя чувствуешь внутри? Вот я спрашивал своей бабушке, она говорит, ну, лет там 30-35, вот так. То есть внутренние наши ощущения молодое. – Чувствия всегда молодыми. – Да, мы всегда, душа наша всегда молодая. А вот тело, оно дряхлеет, оно стареет, и оно потом становится таким для души, как бы таким орудием испытаний, да, орудием мучений, можно сказать, для души, само тело наше в старческом возрасте. И в этом тоже, конечно, есть промысел для смирения, для нашего научения терпения и прочего-прочего, для искупления грехов это все посылается. Но сейчас речь идет о другом, что наша душа, она 33-х лет. Почему именно 33-х? Потому что Господа распяли в 33 года, и, соответственно, все мы по воскрешении, мы будем именно так же 33-х лет. То есть это сказано, апостол Павел сказал, что все будут уже в совершенном возрасте по воскрешению. Здесь ангелы, им не надо воскресать, они, так сказать, и не умирали никогда. Они уже этого возраста, молодого возраста. Жены, читаем, ужаснулись. Вот надо представить, как они там забежали, убили ангела и пришли в ужас. Ну, представьте, такая вот еще, так сказать, утренняя мгла такая на улице, а значит, в пещере еще более темно. То есть они же в пещеру зашли, а там вдруг свет. Это мы сейчас привычные, так сказать, к лампочкам всяким и к электрическим освещениям. Может быть, на нас не так сильно подействовало, но для них это было очень страшно, потому что никакого освещения свечек или каких-то лампадочек не было, а свет от ангела исходил подобно молнии. И, конечно же, для них это было совершенно непонятно, как это и так возможно. А еще он и заговорил с ними. То есть сама ситуация для них была шоковая. То есть они уже, подходя к гробу, видели, что там все не так, как они могли предположить. То есть камень отброшен, зашли в гроб, а там, оказывается, еще и ангел сидит. Еще и там стражники, как мы читаем у других евангелистов, в ужасе. А стражники окаменели, когда ангел сошел и отвалил камень от гроба, мы читаем, что стража окаменела. Как мертвые стали. То есть они не смогли даже сдвинуться, то есть они на какое-то время потеряли возможность к передвижению. Окаменели их суставы, мышцы и прочее. И только потом, через какое-то время, они пришли в себя и разбежались от страха. И если уж мужчины, стражники, от страха разбежались при виде ангела, то что же о женщинах говорить, то, конечно, им еще более страшно все это было. И только то, что он сказал им о Господе распятом, Иисусе распятом, только это их, наверное, поддержало, и они поняли, что все-таки это наш. Это не кто-то, так сказать, это наш, но не человек, а наш ангел, который, собственно, на нашей стороне и нас поддерживает. И только это их укрепило и привело в чувство. Но не до конца, потому что здесь мы читаем по тексту, они убежали тоже, и апостолам в ужасе ничего не сказали. То есть они побоялись их сказать. Хотя дальше читаем, что Мария Магдалина, выведев Господа, сказала апостолу. Но это же когда Господь нас встретил. Получается, это один из тех разов, когда она прибежала. То есть про ангелов они ничего не сказали, а вот про Господа Мария Магдалина сказала. Почему ангел именно говорит, вы ищете Иисуса Назарянина? Назарянина, как правильное ударение? Ну, Назарет – Назарянин. Распятого. Почему такое уточнение? Почему там не уточнение? Ну, был Иисус Новин, например. То есть Иисус – это одно из обычных имен народа израильского. И поэтому Иисусов много было. И вот Иисус Новин, известный человек ветхозаветный, который вождь народа израильского после Моисея, пророка, вёл народ израильский в землю обетованную, и защищал его, и сражался за него. Но здесь поэтому ангел уточняет, что Иисус распятый, потому что был единственный Иисус. Был и будет единственный Иисус распятый в жизни всего человечества. Больше распятых Иисусов не было, нет и не будет никогда. Поэтому здесь ангел чётко указал на распятие. Ну и, конечно же, он сразу сказал о том, чтобы они никак не сомневались, что он воскрес, его здесь нет, и вас ждёт, то есть предваряет вас, ждёт вас в Галилее. И здесь всё-таки речь о Галилее, я думаю, как это говорят, кстати, в Иерусалиме. Малой Галилее речь идёт на горе Елеонской. Был такой квартал для пришельцев в Иерусалим, где они могли заночевать, потому что в самом Иерусалиме им заночевать запрещено было. Там только жители Иерусалима могли на ночь оставаться. Все же пришельцы, все изгонялись из Иерусалима, и ворота закрывались, оставалась только маленькая щёлочка, называемая иглиные уши. А почему именно в Галилее Господь сказал, будет предварять ждать? Почему не здесь прям пришёл Господь? Ну да, не в Гефсимании, нигде. Дело в том, что, наверное, психологически для апостолов Галилея связана с одними положительными эмоциями, связанными с жизнью, с Господом. Потому что они, первое, это где ходили, проповедовали в Галилее языческой. То есть они там встретили, их там, наверное, юность прошла. Господь сам на Зарете жил с малолетства. Капернаум и вообще называется его городом. И все большинство положительных эмоций апостолов, и, собственно, и жен Мироносец тоже, ну, та же Мария Магдалина была исцелена также в Галилее. То есть Магдала – это Галилее, галилейский посёлочек. То есть поэтому Господь как бы ещё и укрепляет их, и поддерживает так, и говорит, что вот в Галилее таким образным языком, говорит, я вас встречу. То есть он обещает им опять радостные, покойные чувства, вернуть в душу. То есть из тех истрёпанных, и совершенно плачущих, и рыдающих, истрёпанных муками вот всего, что произошло, душ, он их опять возродит, обещает возродить к жизни, к радостной, покойной, как было в Галилее. У нас тоже такое, да, можно ноги привести. Ведь мы когда попадаем в те места, где когда-то там были счастливы, там в юности, в детстве, да, там в бабушкин старый дом куда-нибудь придёшь, и мы тоже чувствуем этот покой. Ну, конечно же, это присуще каждому из людей, который где-то испытал какие-то особые чувства успокоения, радости, мира, счастья, доброты, которые потом всё реже и реже встречаются. Чем взрослее человек, тем реже он встречает эти чувства. И, ну, основное, так сказать, скопление этих чувств, оно в детстве происходит, потому что на ребёнка естественным образом и родители, и бабушки, и дедушки, и все родственники изливают любовь. А чем взрослее он становится, тем больше требований становится к нему, тем больше проблем. То есть надо учиться, надо потом на работу, а потом, если семья появится, ещё больше проблем. То есть там уже не ты, так сказать, привлекаешь к себе доброту, а ты должен отдавать доброту другим. То есть так вот меняется жизнь человека от малолетства к старчеству. Поэтому здесь и для нас наше детство – это такая Галилея языческая. Кроме того, в детстве мы все и, собственно, о Христе, и о духовных вещах мало что знали, как и апостолы. Ведь когда они начали только ходить с Иисусом, Христом по Галилее, они же ничего не знали, они ничего не понимали, и они… Но Господь был рядом. Да, и Господь их там учил. И так же и мы. Мы в детстве ничего не знали, не понимали в духовной жизни. Но Господь был рядом с нами в детстве. И поэтому вот эта чистота, спокойствие, ну и кроме того ещё детская душа, она без особых грехов, накоплений. Почему, собственно, такой вот положительной эмоции, такое воспоминание чистоты, покоя, радости? Потому что благодать ещё существовала на душе. Чистое сердце. Да, блаженны чистые сердцем, и Бога узрят, да, это заповедь блаженства. И ребёнок, когда мы его крестим, он получает благодать Божию, и она сохраняется в его душе в течение всего детства. И лишь с семилетнего возраста ребёнок уже начинает отвечать за свои грехи, и тогда начинает благодать потихонечку отниматься, отниматься, уменьшаться, уменьшаться. Тут уже нужен труд наш. Уже приходится беречь эту благодать, чтобы её сохранить. А если человек даже не понимает, что это такое, то он это теряет мгновенно практически от какого-то необдуманного поступка. И всё. И на душе уже плохо, темно, как-то уныло. И что самое страшное, человек даже не знает, как вернуть опять вот то радостное галилейское чувство души. Вот ещё в этом отрывке евангельском есть такой момент, на который мы обращаем внимание. Почему ангел говорит «Идите, скажите, ученикам и Петру». Вот как бы вне Петра от учеников отделяет. Ну, мы также знаем, что Петра Господь выделял всегда, что тебе отдаются ключи от Царства Небесного, да, Пётр? Да, и сатана осеял от тебя вот. Да, и Господь сказал, когда вот после моего, так сказать, распятия, ты собери и укрепи братью свою. Почему? Потому что у Петра был особый такой дар, особой веры. Он единственный, кто пошёл по морю ко Господу, из лодки вышел и пошёл по воде, как Господь. Единственный, только Пётр это смог сделать, такова была сила его веры. И здесь мы видим, что Господь через ангела показывает, кому прислушиваться апостолам, чтобы они не были, так сказать, каждый со своим мнением, а всё-таки и Петру. Отдельно Петра отделил от всех, чтобы они его всё-таки первоверховным апостолом сделали. То есть вот эта вот такая иерархия, она сейчас сохраняется. То есть у нас, собственно, апостольский чин, сейчас это епископы, архиепископы, митрополит и патриарх. То есть патриарх один в церкви, и вот он, можно сказать так, Петра заменяет всем нам. А может быть здесь и Пётр из-за того, что натрёкся, то есть что он не забыт, ведь наверняка можно представить, какие чувства испытываются Пётр, пока вот до того, как Господь его простил. Да, да, действительно, может быть, чтобы Петру передали особо, что его Господь тоже ждёт, что он его, как Иуду, совсем не зачеркнул, да, из списка апостолов не вычеркнул, а всё-таки он его ждёт, чтобы тот пришёл. Любишь ли ты меня? Да, и трижды восстановил его, через трижды вопрошение это троекратное, он восстановил его в чине апостольском, и Пётр ещё сколько потрудился в евангельском, так сказать, благовестии, даже до смерти, да, его, помним, все распяли вниз головой на кресте. В конце концов, в нашем отрывке евангельского, Господь наконец явился самим одиннадцатим, возлежащим на вечере, упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшему Его воскресшего не поверили. Вот в какой раз, мы знаем, что несколько раз Господь являлся, и тогда Он и без Фомы, и с Фомой. Вот в какой раз Господь здесь явился, и вот так упрёк этот? В какой раз? Ну, я сейчас не сосчитаю, сколько раз Он являлся всем, и Марии Магдалине, и апостолу Петру, и престоле Городицы. Ну, чтобы вот одиннадцать, когда они все вот так вот вместе были? Ну, это вот было сначала без Фомы, один раз Он явился всем апостолом, у Фомы не было, а второй раз, вот как раз, ну, так как одиннадцать, значит, это вот второй раз Он явился уже апостолом. Или уже перед Вознесением, может быть, да? Уже там уже третий получается. Перед Вознесением там тоже он всем одиннадцати там явился, да. Но здесь ещё Вознесение, так сказать, далеко, да, пока ещё. Не о Вознесении речь идёт, и речь идёт здесь, я думаю, всё-таки, когда с Фомой был вот это, Фома неверующий, когда он его ещё так же укрепил вере. Ну да, Фома неверующий, а здесь он Господь-то всех одиннадцать упрекает за неверие. Ну, Фоме досталось больше всего, потому что он больше всего и высказал своё неверие, то есть сказал, вот пока не потрогаю, не поверю, да. Эти-то промолчали, да, и, соответственно, им не так досталось, как Фоме. Всё-таки здесь уже Фома присутствует, потому что одиннадцать названных человек-апостолов, соответственно, это второе явление апостолом, потому что первое было без Фомы. То есть и Фоме досталось, и всем тут досталось, да? И всем досталось, да, потому что, ну, действительно, им приходят их же люди, которые с ними всегда общались, и которые ходили вместе с Господом, и равноапостольными являлись. Даже Пётр и Иоанн побежали туда, в игру. И Пётр, и Иоанн, и Холиопа, и Лука, то есть все говорят, ну, воскрес, воскрес, а они не верят. Вот это, конечно же, свойство человеческого естества, падшего человеческого естества, не верить, казалось бы, в объективные вещи. Если брать христианское православное жительство, православное жительство, две тысячи лет, и сколько неверующих, и сколько людей, пошедших в ад из-за неверия своего, это же ужас. То есть, ну, казалось бы, ну что, ну, как у русских говорят, да, хоть кол на голове тиши, да, а вот они всё равно будут своё говорить. Это очень грустно, и это необъяснимо с точки зрения, так сказать, духовной, вот почему люди не верят. Только огромное количество доказательств, и сейчас их огромное количество. Одна туринская площадница чего стоит, там всё на ней изображено, тело Христа, все евангельские моменты там изображены, как кто убили, как ему пронзили, как его гвоздями прибивали, всё на ней изображено. Ну, казалось бы, вот её даже называют пятым Евангелием. Вот возьми, посмотри и уверуйся. Но если не так, то ты просто помолись, вот у тебя какая-то жизненная ситуация трудная, но ты помолись, и увидишь сам, как Господь тебе поможет. Как после этого не уверовать? Нет, это случайность. Да, сколько таких случаев, наверное, в жизни каждого человека было? Да, таких случайностей, в кавычках, якобы случайностей. На самом деле, Господь каждому из нас помогает, как своему любимому чаду. И, конечно же, мы его обижаем, этим неверием, отталкиваем от себя, и, к сожалению, через это многие погибают. Смотрим, что заповедовал Господь своим ученикам. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Ну, здесь мы видим, что Господь уже дает послушание им, как свидетелям своей жизни, своей проповеди земной. Для чего и призвало, в принципе, да? Собственно, для этого они и были призваны, чтобы они засвидетельствовали перед всем миром, перед всеми людьми, что все, что говорится в благовестии евангельском, все они лично видели и были участниками всех этих событий. И не только жизни, проповеди, исцеления, хождения по воде, но и смерти они также засвидетельствовали. И воскрешение тоже, они также засвидетельствуют. Они свидетели, апостолы перевод свидетели. И здесь он ему говорит, так как вы мои свидетели, идите миру проповедите. То есть расскажите всем миру, просто расскажите, что здесь происходило. То есть абсолютно всем, верующим, неверующим, рассказывайте. Всей твари, даже там не сказано всем, всей твари человеческого рода. Всей твари, это и животным даже, это мы видим, что преподобные отцы там и с медведем общались, и со львами общались. Да у кого есть кошки, тоже дома наверняка замечают, как кошки любят молиться тоже, присутствовать. Да, да, сесть и, так сказать, чуть-чуть, ощутить чуть-чуть благодати, исходящей от молящегося. На самом деле, любое творение Божие чувствует благодать, исходящую от Господа, через кого-либо, через молящегося, через какие-то святыни, через какие-то обстоятельства жизни, связанные с Господом. Были такие святые водники, которые, ну, затворники в основном, да, преподобные отцы, которые не могли выйти из кельи, чтобы их не облепляли птички, белочки, ёжики. То есть они просто липли к ним, потому что от них исходила... Благодать. Такая благодать исходила, что, как описывается в житии одного из афонских, по-моему, святых, или наш русский святой, сейчас вот уже не вспомню, что белочки просто висли у него на мантии и зажмуривались от удовольствия. Как магнит. Да, висели просто, он в такой вот, как пальто одет был, вот этих белочек, и зайчики прыгали, и ёжики бежали, и птички сидели у него на руках, на плечах, на голове. И зажмурившись, наслаждались благодать, исходящая от этого человека. Вот, собственно, об этом речь здесь идёт. Всей твари проповедите. Кто будет веровать, крестится, спасён будет. Да, дальше Господь говорит, что вот здесь основное уверовать и креститься. не просто сказать, да, я верующий, ну и меня крестили там в детстве, а потом не ходить, не причащаться, не соблюдать заповеди, нет. Надо всё-таки веровать и по вере жить. То есть, и дальше Господь говорит, а ради чего? Вот многие спрашивают, а зачем там? Вы в монахи идёте, в храм ходите. Для чего это? Тот спасён будет. Сам Господь обещает спасение. От чего? От смерти. Он первый воскрес. И всем предлагает следовать за Ним. Также воскреснуть. По, так сказать, по смерти воскреснуть, из мёртвых стать живым. И это величайшие из чудес, которые нам предложены Богом. И люди неверующие это вычёркивают из своей жизни. И таким образом сами себя обделяют от величайшего дара Божия. Ужасно. Да, величайшее чудо, которое недооценено, это причастие. Ведь сам Господь, говорит в Евангелии, кто не будет причащаться телой и крови Христовой, тот жизни не имеет. И как святые отцы говорят, что даже во время литургии, если бы вы видели, какая благодать сходит, мы готовы были бы пылью умываться. Да. Ангелы желают приникнуть и участвовать в этом таинстве, что нам Господь дарует. Каждый день. Каждый день, пожалуйста, приходите, причащайтесь. В любом храме. Но с подготовкой. Обязательно. Без подготовки причащаться нельзя. Обязательно надо попаститься, обязательно надо исповедаться перед причастием, помолиться. Тот, кто без подготовки, тот дерзает и может навлечь на себя великую беду. Потому что причастие это огонь божественный. Божественный огонь. Но огонь он как может согреть, осветить, сделать тепло на душе. Он так может и обжечь. Попалить. Да, попалить, если человек будет не готов. Ну, можно начать с того, чтобы хотя бы присматриваться, начать, да, там, на литургии пришел человек. Ну, посмотри вокруг, постой, не надо сразу там. Просто посмотри, как все происходит. Ну, сейчас столько возможностей информативных. То есть можно в интернете почитать, как готовиться. Можно книжку купить, можно спросить у тех, кто ходит в храм. Уже вы знаете таких людей, которые там много лет ходят в храм. Можно, в конце концов, прийти просто у священника спросить. То есть огромное количество возможностей, которым ты только захочешь. Да, захочешь, сразу найдешь, и тебе откроются все эти двери, и ты все по полочкам разложишь, у тебя все получится. Ничего тем более сложного там нет. Вот есть тоже такая фраза. У веровавших же будут сопровождать сии знамени. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Почему вот сегодня мы не видим чудес и знамений? Ну, здесь вот прям по тексту это все совершилось с апостолами. То есть... То есть у них видимым образом, телесным таким, да? Да. Апостолы, как только Дух Святой на них сошел, в день Пятидесятницы в Троице, они заговорили другими языками, о чем свидетельствовали многие пришедшие в Иссалим. Что были они пьяные, да? Ну, кто-то там неверующий говорили, что они опьянели, а кто-то говорил, знаете, я из этой местности, этот язык знает там единицы. Откуда он знает мой язык? Вот. Соответственно, исцеление от апостола Петра и от других апостолов огромное количество происходило. Даже тень исцеляла, да. Просто, да, клали на дороги, и тень проходящего Петра исцеляла людей. Множество других чудес. А потом змея, когда повисла на апостоле Павла. Апостолу Павла, да, змея, то есть вот он после кораблекрушения, там даже местные жители говорят, ой, тебе какой же ты... Стали ждать грешный. Грешный, да. Что если ты выжил во время, так сказать, потопления корабля, тебя выбросил на берег, и тут тебя Господь все равно настиг вот это... То есть он подбрасывал в костер дрова, и в дровах оказалась змея, и она повисла буквально на руке, то есть укусила. Но все ждали, что сейчас он помрет. Да, но жители-то знали, что это смертоносная змея, и укус там, ну, буквально минуты, человек умирает. Каково же было их удивление, что он не умер, они его разгласили вообще Богом. Ну, если ты не умер, значит, ты вообще уже не человек, а Бог, да? То есть змея так же не действует. Иоанна Богослова многократно пытались отравить, и давали ему даже такое питье. Он перекрестив его, ничего не повредило, продолжал проповедовать. И все, что там по тексту, все это апостолы совершили. И если эти слова уже совершены, зачем их повторять в совершении? То есть вы, значит, не верите, что апостолы это делали? Зачем повторение? Смысл это, во-первых. Во-вторых, конечно же, для того, чтобы такие чудеса творить, как исцеление через рукоположение, как там бесов изгнания. Апостол Петр, кстати, это совершил. На Симоне в Алхве, когда в тот время свое какое-то учение проповедовал, и его бесы носили по небу, он его просто перекрестил, он упал и разбился на смерть. Иоанн Богослов то же самое сделал с колдуном на острове Патмос, который тоже там морочил голову людям, каким-то себя выдавал особенным. Он сейчас говорит, я войду в море и выйду из него. Он вошел, апостол Иоанн Богослов перекрестил, и он оттуда больше не вышел, утонул. И так далее. То есть вот эти все моменты, они связаны с величайшей верой, которой у нас, конечно же, не может быть мы не апостолы. Но кроме того, в то время это нужно было? Да, это третий еще момент. То есть апостолы видели Господа, апостолы вместе с ним участвовали во всех этих чудесах. Конечно же, у них была вера не такая, как у нас. Мало того, апостолы просили, укрепи нас в вере. Мы, конечно же, намного слабее в вере апостолов, поэтому апостол Петр ходил по воде. Значит, и в том числе апостолы построили с помощью этих чудес огромный церковный такой вот корабль, в который ввели тысячи, сотни тысяч людей по всей Айкумени, по всей Римской империи. И, конечно же, на тот момент без этих чудес люди бы им не поверили. Сейчас, ну, зачем одно и то же повторять, либо вы верите апостолам, и тогда вы уже наши, либо вы не верите апостолам, тогда какие бы чудеса мы не производили бы у вас на глазах, вы все равно не поверите. Это сам Господь сказал архиереям. Скажу, не поверите, спрошу, не ответите. То есть вот этот момент, он и сейчас. Почему Господь им не показывал никаких чудес? Ну и кроме того, да, у нас осталось всего 2 минуты, ведь сейчас тогда это было нужно видимо образом. А сейчас, да, как святая цитолкует, что это происходит сейчас духовно? Например, те же бесы жнут, это мы можем в себе изгонять этих бесов, то есть в том плане, что та же молитва Иисуса, вот для чего нужна она? Те страсти, те привычки дурные, те наклонности какие-то бесовские, да даже помыслы от бесов, которые к нам приходят в голову, мы можем изгонять Иисусу своей молитвой, и это происходит каждый день. Если ты это делаешь, только главное это делать, тогда это происходит и сейчас. Да, смертоносные выпьют, да, не повредят. Здесь тоже получается сказательно, то есть сам Господь говорил, да, что слышание слова – это как моё питье, да, из женщины-самарянки. То есть даже те люди, которые, вот, например, верующие люди, если они будут смотреть всё, что угодно, да, это не остаётся в их памяти. Они могут отбирать, там, да, духовно, и видят духовно. То есть могут отбирать, отсеивать ненужное. Сейчас из интернета столько смертоносного льётся, что и это пьют все, так сказать, и не отравливаются только потому, что есть всё-таки церковь, молитвы, причастие, исповедь. Без неё, без церкви, это смертоносное, наверное, давно бы охватило весь мир и отравило бы насмерть всё человечество. Да. Светлой Христовской осенью будем отмечать 40 дней. Думаю, если Бог даст, мы с вами обязательно ещё продолжим эту тему. Пожалуйста, одна минута, вам заключительное слово. Всех ещё раз поздравляю, конечно, с продолжающейся Пасхой. Всем желаю мира, как у мироносец, и всех жён поздравляю с днём жён мироносец, с праздником. Там был привет сосед Евгений, что вы к нам приехали, приезжайте ещё. На сегодня всё. Спасибо, Господи. Христос воскресе. Воистину воскресе.